Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья, с вами Стасенчик, это канал Разумовский Плей, и мы с тобой продолжаем проходить правильный Динокризис. Первый! Я сейчас запишу где-то минут 20, наверное, потому что по времени не успеваю, мне там на работу надо. А потом всё остальное, я, честно говоря, плохо помню, на чём мы там остановились. А, ящики я хотел какой-то открыть, да? Так, это мы уже прошли штуку, мы туда зашли, здесь походили, там открыли дверь. Сейчас будем искать этот. Ящики. Где они у нас? Ящики. Дальше, что ли, получается? Получается дальше? Так, сейчас. Сейчас, мы сходим вначале с ящиками, разберёмся, а потом уже будем здесь всё включать, подключать, смотреть. Пытаться понять, что, от чего здесь зависит, что, как работает. Так, где ящики-то? Блин, ну они же здесь где-то были. Разве нет? Я ошибаюсь? Карта. Не ошибаюсь, там ещё один проход к доктору, да? Так, по-моему, это я сейчас не сюда зашёл. Так, это я в обратку зашёл, окей. Внизу? Внизу? Внизу, по-моему, там тоже ничего нету. Ладно. Подождите, этот лифт закрыт, да? Опачки, вы использовали карту, лифт открыт. А вот это уже интересно, это чё-то новое. Вы можете пройти на этаж П-3. Вы спуститесь на этаж П-3. Ну, давай посмотрим, где это вообще. Там, где труп доктора валяется какой-то, да? Рядом с портом? Станция отдыха. Нет. Это вообще... Да! Да-да-да-да-да-да-да-да. Всё, теперь у нас ещё и лифт открыт здесь. Хорошо. Это интересно, это очень интересно. Поехали. А где же я видел? Подожди. Так, ну теперь у нас лифт как бы открыт. И где-то ещё здесь должна быть комната. А, вот она. По-любому эта комната. Так, и здесь должны быть эти, да? Да, отлично. Давайте. Нам, по-моему, хватает вот на эту. Давайте всё-таки я решу. Так, и чё у нас тут? Теплогранаты, гранаты, шпак-патроны. Снотворный и ускоритель. Ускоритель мне тоже как бы дали, да? Ну ладно, пусть пока тогда здесь побудет. Ускоритель. Дротик яда, РСЖ, снотворное. Но пока мне... Блин, гранату. Да, в принципе, я смысл перетаскивать. У меня же всё равно где-то... А, я подожди, я из красного всё вытащил. Я всё вытащил в зелёный. Ну а мне смысл тогда... Ну подожди-ка, а зелёный я могу сейчас открыть? Вам нужен штепсель из... Да, у меня ещё и зелёный. Вот это уже поинтереснее. Оживление, во-первых. Во-первых, оживление, которое мы просрали. Во-вторых, лекарство, лекарство, лекарство. Ага. Так. Ну вот у нас оживление ещё здесь. Это мы какое-то крутое снотворное смешали с оживлением и получили яд. Дротик с ядом. Хорошо. Итак. Понеслась. Давайте смотреть, что нам здесь даст, если мы это включим. Схема цепи, отображающая состояние аварийной системы. Подача энергии. Сейчас она настроена на основной источник энергии. Да, давайте переключим, да. Переключаем. Ой, 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 какая дурная загадка. Мы же уже такой проходили, да? Так, смотрим. Вниз у нас есть. Есть одна вон там, да? Значит, нам это без рейнс в каком порядке пойдёт. А нет, есть разница. Да, разница есть, причём большая. Так. Вот эту нож нам будет тоже вторую, наверное, ставить. Блин, нет, подожди. Не, чё-то здесь не так. Так, нет. Тогда назад. Спасибо. Так. Ну что же, что же, что же. Потому что тогда вот так повернём. Она здесь одна, а так будет смотреть. Хорош. Вторая. Центр. Изгиб. Так, тогда она должна быть. Вот это, наверное, первая. Это вторая. Это, допустим, идёт. Так, а это тогда как? Вот так, что ли? Нет, а если так поставим, ничего хорошего не будет. Так. Стоит вот так сделать? Да! Ха-ха-ха-ха-ха! Какой я гениальный! Так, хорош. У нас есть энергия. Переключили, да? Мы переключили, дверь у нас тут закрыта. Мы тут пройти никак не можем. Хорошо. Комната управления третьей энергии. Так, вот здесь что мы можем сделать? Терминал управляющий генератор. Использовать его? Да. Внимание! Проверка генератора завершена. Внимание! Для работы с генератором необходима карточка ключ. Которой у нас нет, естественно. Опа! Застрелилась доктор, да? Дожди, а у неё не было оружия, наверное. Она застрелена насмерть. Она не дышит, у неё в руке записка, написанная кровью. 12-81. И куда нам это? Ага! Смотри, закрылся. Ну, мы все понимаем, что это доктор Кирк. Ну да. Блин, как я прям, да, начал. Не там пошёл чё-то запускать, а здесь всё прям. Не зря всё вначале обходил. Что вы делаете, доктор? Вписываю своё имя в историю, как изобретатель универсального источника энергии. Открой глаза, безумец! Ваше открытие станет лишь очередным страшным оружием. Хе-хе-хе-хе. Похоже, ты обладаешь даром предвидения, а? Жаль, что тебе придётся умереть. Опачки. Ха! Рик, цель захвачена. Гейл. Выйди на связь. Это же Гейл, да? Прошу прощения, что прервал вашу речь, док. Продолжайте. По-моему, так его зовут. Да, я продолжу. Три года назад я открыл, что освобождённая третья энергия изменяет пространство. Сначала я думал, что энергия меняет участок пространства на такой же из альтернативного пространственно-временного континуума. Но я ошибался. Пространство не перемещалось, оно сменялось. Попробуй объяснить так, чтобы даже женщина поняла. Третья энергия может заменить область пространства на её же, но из другого времени. Что? Да, и сегодняшний финальный эксперимент это доказал. Эффекты его вы наблюдали сзади. Эти ящеры жили на Земле, где сейчас стоит комплекс, около 65 миллионов лет назад. Так вот как динозавры попали в наше время. Именно. И это сделал и я. И сколько человек погибло ради этого открытия? Да какая разница? Цифры не имеют значения. Скажем так, их было много. Необычная смерть для обычных людей. Ты не согласна? Ты настоящее чудовище. Чудовище или герой? Угу. Мне всё равно. Только мой эксперимент имеет значение. Хватит. Сейчас имеет значение только одно. Твоё изобретение не даёт нам уйти отсюда. Вам нужно уничтожить вихрь. Единственный способ это сделать — добиться перегрузки генератора третьей энергии. Теоретически, третья энергия и вихрь должны уничтожить друг друга, если войдут в контакт. Но есть один момент. Если вы не остановите перегрузку генератора третьей энергии, весь этот регион может переместиться в другую точку пространственно-временного континуума. Значит, нам надо быть подальше отсюда, когда произойдёт перемещение. Всё просто. Но мы не можем запустить генератор. У вас нет инициализатора и стабилизатора, верно? Где их найти? Успокойся. Они хранятся в одной из комнат уровня безопасности А на этаже П-3. Очень хорошо, док. Похоже, ты всё понимаешь. Мы выживем, ты выживешь. Опачки. Класс. Хорошо. Я подготовлю программу, которая направит поток третьей энергии в вихрь. Я присмотрю за доктором. Регина, ты должна найти эти устройства и перегрузить генератор. Они хранятся в одной из комнат уровня А на этаже П-3. Постойте! Весь этаж заполнен динозаврами. Тирекс тоже там. Прежде чем идти, надо взять ситуацию под контроль. Вот, возьми. Это чертежи инициализатора и стабилизатора. Я наткнулся на них, когда просматривал базу данных. К счастью, неподалеку от нас есть склад запчастей. Надо взять там нужные части и собрать устройства. Это смешно. У Регина нет необходимых для этого знаний. Мы даже не знаем, есть ли там эти части. Лучше попробовать найти уже готовые устройства. Там слишком опасно, она не справится. Тебе идти туда, Регина. Так что и решать тебе. Разветвление очередное. Так, давай выбор. Давайте стратегию Рика возьмем. Ладно, девочка. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Делай, что хочешь. Только не подведи. С его помощью можно сделать инициализатор и стабилизатор. Вот в этой комнате. Отлично. Но у нас доступ уже есть. Прекрасно вообще. Домашние вещи и исследовательские документы перемешаны. Возможно, это личные вещи доктора Кирка. Они покрыты пылью. Старые документы и разные вещи. Может, тут где-нибудь что-то есть? Разные документы и компьютер. Ничего полезного. Разные документы и компьютер. Ничего полезного. Там папочку я вижу. Похоже на черчеж генератора. Так, видно не полезно. Грубая схема генератора лежит на столе. Записка от доктора Кирка к работникам. Прочтите файл? Записка подготовка стабилизатора и инициализатора. Убедитесь, что эти два устройства готовы ко времени эксперимент. Назад. Каждый из этих устройств состоит из соответствующих трех частей. Сердцевина, защитная часть А, защитная часть Б. Всего требуется шесть частей. Эти части хранятся раздельно в комнате эксперимента, в комнате дизайна и на складе деталей. После того, как у вас есть шесть частей, вы можете собрать их в комнате эксперимента. Дизайна и склад деталей. Ага. Манипулятор невесомости должен управляться человеком класса А. Ну, класс А у нас уже есть. Хорошо. Возможно, это так. Ну, понятно. Это все то же самое. Так. Так, так, так. Халатик. Нет. Белый плащ совсем изношен. Весь испачкан химикатами. Давайте зайдем здесь. Библиотека доктора Кирка. Может, в библиотеке что-то есть интересное. Панель на потолке была убрана. Коробка покрыта пылью. Ну, понятно. Все, опа, что-то валяется. Сейчас заберем. Это мне. Да, медпакцин, нифига себе, конечно, еще взять. Ха-ха-ха, еще спрашивают. Здесь давно ничего не трогали. Все книги покрыты пылью. Личные вещи доктора. Здесь давно... Ага, понятно, то же самое. На столе стоят бок о бок два дисплея. Типа крутой стример. Документы для экспериментов и деталей устройств лежат на столе. Часть старого документа, на ней подпись доктора Кирка. Прочтите документ. Третья энергия как новое оружие. Эдвард Кирка. Если реакция третьей энергии достигнет критической точки, то произойдет феномен перегрузки. Когда это случится, мы не сможем ничего сделать. Большое количество энергии приводит к сыпной реакции и разлагает окружающий воздух. Последующий взрыв уничтожит все в округе. Если мы сможем управлять областью перегрузки, то третья энергия станет в буквальном смысле слова абсолютным оружием. Мощность оружия зависит от количества энергии, которое мы сможем удержать до взрыва. Другими словами, возможности стабилизатора ключ ко всему. Третья энергия была проектом политики совершенствования. Создать основной источник энергии для стационарного оружия. Если мы изменим политику проекта в некоторых местах, то правительство сможет заполучить самое разрушительное оружие в мире. Однако наш текущий бюджет полностью расписан. Вы найдете мои выкладки по бюджету в следующей главе. Ознакомьтесь и примите во внимание. Так, а мы можем уже отпечатки, наверное, его взять. Ну-ка. Слышь? Где здесь? Запись устройства отпечатков пальцев. В смысле нельзя применить? Чё, дурак? Ну что, устройство у тебя? Нет, пока нет. Так. Да в смысле? Что за бред? Вот он сидит. Нельзя. Ладно, а ты чё скажешь? Ты ещё здесь? Да, а где мне быть? Найди устройство. Какие же они все сексистые, я не знаю. Ладно. Ладно, ладно, я знаю, где ещё можно взять. Сто пудово. Мы сейчас будем искать отпечатки пальцев. По-любому. 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 Это, по-моему, догадаться не сложно. Подожди, а это куда? Карта. Это мы здесь? Чё за дверь? Дверь открыта. Дверь в большой зал какой. А, это всё, я понял, ага. Ага. Так, ладно. Зона третьей энергии. Это сразу, да? Вот рядышком. Угу. Проход. А, это даже вот здесь. Нифига себе. Ладно, давайте. Давайте вот эту включим штуку. Шнягу. Опа, это лифт. Нифига себе. Куда нас приведёт? Зона третьей энергии П-3. Так, чё у нас здесь? Интересного. Какие-то ненужные сложные переходы. Блин, я помню, чё-то я здесь бегал, носился. Долго носился. Так, чё у нас тут? Нажмите на кнопку, да. Это не помогло. Нужно сделать некоторые приготовления, прежде чем нажать на включить. Ага. Ну, это видно потом надо будет всё делать. Так, тут у нас что? Штепсель. Прекрасно. Панель включает третий генератор энергии. Включить его? Да. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Угу. Ладно, бог с тобой. Хорошо, это надо будет в какой-то момент тут чё-то принести, да? Видно одну из этих штук. Ладно. Или наоборот вытащить. Я не помню, честно говоря. Ну, чё-то, чё-то делать. Как давно было. В двухтысячных. Поехали обратно, ладно. Пойдёмте тогда к девахе. Попробуем взять в неё отпечатки пальцев. Там прям след на стене был. Он настолько очевидный, по-моему, был. Так, здесь давайте нажмём тоже. Опа. Пойдёмте тут понажимаем на кнопочки. Везде надо понажимать. Что я? Что-то же было сказано. Тут тоже не помогло. Панель, которая включает третий генератор энергии. Включить его, да? Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Ладно. Ну, не завершена, так не завершена. Чё-то за яд было? Непонятно. Кто-то чё-то сказал. Так, давайте сразу в эту сторону, наверное, пойдём. Ух ты. Менты за кем-то, видно, едут. Ух. Либо скорые. Смеёшься. Надо подготовиться. А мы и так были готовы, в принципе. Сейчас я ему покажу этой ящерице. А только, чтобы он подошёл сюда. Так, теперь... Пистолет. Да, отлично. Умри! Умри, тварь! На тебе, тварь! На, на! Всё. Кровь не шла, нет, не шла кровь. Вот теперь всё. О, на ней отпечатки, видишь? Она застрелена насмерть. Она не дышит. Это устройство, записывающее данные, когда включён генератор. Третья энергия. Кто-то работал на них окровавленными руками. Отчётливо видны отпечатки пальцев. Ну да, вот видишь. Сейчас, сейчас, сейчас. Это доктор Кирк. Это по-любому. Это я просто помню прям. Что надо было. Данные записаны на устройство. Всё, отлично. Всё. Теперь у нас есть данные доктора Кирка. Так, здесь у нас всё включено, подключено. Так, эта штука у нас открыта. У нас есть что скинуть? У нас же по-любому есть что скинуть. Да, у нас медпакет есть. Как минимум. РЖ-патроны я пока оставлю. Так, по-хорошему надо заканчивать. Где у нас карта сохранения? Далековато карта сохранения. Да, нам по-любому в ту сторону бежать. Так, это мы посмотрели. Это посмотрели. Лифт есть. Вон лестница. Да, пойдёмте в комнату сохранения. Это нам сюда получается. Это нам получается сюда. Проход в личную лабораторию. Так. Сюда. Так, отсюда в большой зал. Сюда. Зона третьей энергии. И теперь вот сюда. Так. Опачки. Карта. Нам нужно вот это пробежать, да? Постараться до конца. Отлично. Пробежали. Оп. А чё? Эх, не нужно больше использовать. Ай-яй-яй. Славно. Так, значит, мы здесь больше не ходим. Стараемся, по крайней мере, не ходить. Так, теперь. Вот, кстати, новое место, которое у нас открылось. Новое место. Опа. Защищён... Ну, особо защищённый сейф. А, внутри... Ничего нет, вроде как. Так, это можно, да? Хорошо. Опачки. Мало того, что штепсель, ещё устройство подслушивания. На нём что-то записано. Проиграть записанные звуки. Единственное, что меня беспокоит в новом генераторе, стабилизатор. При номинальных условиях он работает идеально, но... Но при определённых условиях возникают проблемы. Послушай, если в твоём распоряжении будет достаточное количество людей... Неужели ты не решишь эту проблему? Когда мы будем полностью контролировать процесс, в нашем распоряжении окажется буквально безграничный источник энергии. Всего этого можно достигнуть, если ты пойдёшь на сотрудничество. Безграничная энергия. Как тут отказаться? Комбинация пищащих сигналов в конце разговора. Понятно, это типа подсказка. Тут нужно будет что-то нам нажать. Что-то со звуком пи-пи-пи-пи-пи. Так. Либо комната... Да, комната сохранения здесь. Всё правильно. Всё, идём сохраняться и на этом заканчиваем. А в следующей серии мы как раз... Не то, что в следующей серии, а в следующий раз, когда я сюда вернусь, мы с тобой запишем карту Кирка и продолжим. Я даже не вижу смысла где-то ещё прямо вот здесь. Всё, на этом тогда пока всё. Увидимся. Ещё на минуту где-то 25-20. Так, ну что же, продолжаем. Оказалось, мне никуда не надо. Прошло 5 минут и просто... Значит, следующая серия будет с перерывом. Тут наверняка. Так, код. Код у нас у меня был записан. Код у меня теперь есть отпечатки пальцев. По-любому мы теперь сможем сделать ID-карту. Крутую. А, подожди, надо это... Вначале саму карту. ID-карта. Какой там код у нас был? Так. 3-1-415. 3-1-415. Да, 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 смотри. Да. Да, отлично. Это теперь у нас... Карта Кирка. Записываем. Всё, вы взяли ID-карту. Статус доктора Кирка. Отлично. У нас теперь очень крутая карта. Так, это мы, значит, сделали. Тут мы, значит, сейчас будем бежать, да? Там динозаврик, склад деталей. Нет, не будем бежать. Не будем бежать. Склад деталей, это же... Это же склад деталей, да. Так, кстати. Куда он ещё у нас выходит? На сохранение, это понятно. В общий коридор, куда нам нужна деталь. Предоставить это. Хорошо. Давай вначале тогда здесь посмотрим, что у нас. Давай посмотрим здесь. Вначале документ. Файл послания доктора Кирка персоналу. Они раздавались во все отделы до начала эксперимента. В расчёте файл, да. Заметка. Подготовка, стабилизатор и инициализатор. Убедитесь в том, что устройство готово ко времени проведения эксперимента. Каждый из этих двух устройств состоит из следующих трёх частей. А, ну это мы читали. Так, здесь что? Здесь показана информация с центрального терминала. Хорошо. Чтобы использовать этот терминал, нужен диск планирования. У нас есть диск планирования, да? Да. Нам же какой-то диск давали. Да, вот диск планирования. Использовать терминал, да. Так, и что это такое? Ага. Нет, пока не пробуем. Так, слушаем. Так, во-первых... А, там дверь, всё. Сейчас будем слушать. Безграничная энергия. Как тут отказаться? Тут. Тут, 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 тут. Тут. Ой, каждый раз надо, диск. Нет, чё-то не так. Подожди-ка. А как так получилось? Ещё раз. Нет. Нет. Либо ноль, либо три надо начинать. Нет. Так. Так. Тоже нет. Так. Еще раз. Безграничная энергия. Как тут отказаться? А, три раза. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Угу. То есть три должно быть одинаковое. Я почему-то думал, что две. Ладно. Как это неудобно. Так, то есть... Какие у нас варианты? С нуля или тройки должно начинаться 100%? Нет. Да. О! Деталечки. Да? Деталечки, деталечки. Прекрасно. Так, для соединения с защитными частями 1А и защитными частями 1Б. Для соединения с защитными частями 2А и защитными частями 2Б. Хорош. Особо защищенный сейф красный индикатор говорит о том, что сейф не работает. Понятно. Ну, они, получается, синий работают. Блин, ну, жалко. Сейф прикольный вроде. Ага, смотри, а тут тоже еще сейфы. А это? Переделка цилиндра дает скорострельность гранатомета. Нифига себе. Проверить. Ага. Взять. Подожди. Стой. Ага, вот все. Теперь его можно проверить. Вот такой вот. Класс. Хорошо. Хорошо. Так. Это и есть. Одна деталь готова. Так. Где же еще? Так, примерно на память. Я хочу в дальнюю правую комнату сходить. Вот в эту. Да какой ты че, косая что ли? Умри, животное. Все, кровь пошла. Отлично. Так, это у нас что такое? Ой, а спро... Ой, ой, ой. А, Д. А, Д. А. Д. Эф. А, Д. А, Д. Эф. 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 Б. Э. Да и как неожиданно, главное, началось. А. Эф. Эф. А. Вообще, прям, я не ожидал F B E D A F F A Так, следующие B E F B A D A C Неожиданно D Так, B E B A D A C D D Окей И последний остается A A F B E E E A A Еще раз A B C A A A A B E E E A A B C A C 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 D C C C E C Так. Ну чё? Ядом фиганём. Так, хорошо. Снотворного почти не осталось. Так, здесь у нас что? Так, компьютерная проекция стабилизатора, да? Нельзя использовать. Хорошо. Чтобы использовать устройство, нужно... Так. Есть. Ать! Ага! А это, наверное, код, который нам женщина там оставляла. Блин, сейчас. Это не помогло, естественно. М-м-м. Записка исследователя. 12.81. А я ещё думал, куда он... Скорее всего... Сюда. Нет, это не помогло. А какой же код? Подожди. Так. 0392. Это у нас на этом написано. А я не знаю тогда. Тогда я пока не знаю. Подожди. Может быть, в документах что-то валяется? Или нам это недоступно? Тогда без понятия пока. Ладно. А что же тогда? 12.81. Или как он там? Ладно. Пойдём тогда в эту комнату. Сейчас здесь узнаем. Комната-стабилизатор эксперимента. Так, там что-то сквозь стёкла видно. Давай зайдём, посмотрим. Чего же там нам видно сквозь стёкла? Во-первых, какая-то записка, но прочесть её нельзя. Окей. А полки используются для хранения новых прототипов. Хорошо. То есть, по сути, ничего. Так, это что такое? Это используется для регулирования машин, собирающих детали. Хорошо. Это тоже, да? Да. Логично. Логично, логично. Так, оп. Это что там? Как посмотреть-то? Выве. Чтобы открыть этот кейс, нужен диск планирования. Оп, ещё одна деталь. Критическая часть инициализатора. Она защищает внутренние части от ударов. Ага. Взяли одну деталь. Так. Чё, всё что ли? Тут только одна деталь была? Так, сейчас ещё вот сюда зайдём. К любому. Это устройство собирает детали генератора в необходимом состоянии невисимости. Похоже, что здесь можно собрать главные детали генератора. Ага. То есть... Нельзя использовать, так как нет необходимых числа деталей. Понятно. То есть нам сюда в конце надо будет всё принести. Я понял. Угу. В этой комнате есть ещё какие-нибудь детали, подсказки? Нет? Вот. Наверное, 12.81 вот сюда. У меня первоначально было сюда именно использовать. Это устройство уменьшает отдачу. Только это для оружия, да? Да, рукоятка и ствол, превращающий оружие в Спас-12. Это для ружья. Блин. А какой же тогда код оттуда? Подождите, подождите. Это устройство уменьшает отдачу и увеличивает скорострельность. Спас-12, оснащённая прикладом. Ух. Ух. Но это нам не даёт ничего. Мы сюда припёрлись. А, вон, смотри, там у нас теперь проходы открыты. Блин, это в маленькой комнате. Там, где комната А, да? Ой-ой-ой. Подожди, у нас лифт есть. И у нас есть лифт вон в ту комнату. Где этот лифт находится? После сохранения. Далековато. Ладно, побежали. Побежали к сохранению тогда. В любом случае, нам потом ещё... Вот, ещё не туда. Хорошо. Наверное, где-то там и будет код. Оставшиеся три детали и код. Нам же шесть деталей надо. Так. Тогда нам, наверное, сюда получается. Да. Потом к сохранению отсюда. Это вот склад деталей. Это мы побывали всё. Забрали тут две части. Теперь сюда. Карту Кирка мы сделали. Можно, значит, выбегать отсюда. Так, это мы куда выбежим? Тут будет динозавр. Нам надо вниз. Да, давай запишемся. Наверное, вот здесь запишемся. 6.37, но это там ещё несколько... Где-то минус полчаса можно убирать. Короче, шесть часов где-то. Прохождение занимает пока до 1... Ох, тушь! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Спасибо. Так. Нам, типа, надо вниз. Чего? Сначала нужно включить... Что? Какой жопу генератор включить надо? Так, ладно, тогда пойдём к лифту. Мы можем технически отсюда сейчас проникнуть, да? У нас же там соединяет два... Блин, а это я возвращаюсь обратно. Нет, это какая-то бредительная получается. Что-то мне кажется... Нет, ну я всё правильно побежал. В любом случае. То есть, через комнату сохранения никак. Ладно. Получается, нам сейчас подлин... Да, всё туда же. Всё туда же. Только мы теперь не сразу там бежим, поворачиваем, а пробегаем чуть дальше. То есть, нам теперь не сюда, а вот сюда. Но это странно. Почему... Почему нельзя туда, в комнату А? Так, теперь надо пробежать по прямой, и ещё раз по прямой. Отвали. И ещё раз по прямой до лифта. Сейчас около третий энергии дам. Около третий энергии. Так, где лифт? Вот лифт. Вот. Дадите нам на лифте-то прокатиться? Надо включить генератор. Да? Пссс. Как? Аааа, подожди. У нас же теперь есть данная кирка, да? Так, ладно, давай сейчас закончим на этом. Тут всё равно покажешь, что, типа, ничего нельзя запустить. Я сейчас остановлю и продолжу. Так, ну ладно, да, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok